Сегодняшний город Салават это третий город в республике по численности населения. А ведь раньше, как рассказывает история, почти год, тогда еще поселок, существовал вовсе без названия. Народе его называли по-разному стройкой, стройплощадкой или промплощадкой комбината. Давайте вспомним, как все начиналось. Первый шаг к преобразованию поселка в город был сделан в 1951 году. 12 февраля состоялось заседание исполкома Салаватского поселкового совета депутатов трудящихся. Заседание провел председатель Сахиула Шакирович Субхангулов. Именно тогда было вынесено предложение о преобразовании поселка Салават в город. Решением исполкома поселкового совета это решение было утверждено. И 12 июня 1954 года рабочий поселок стал именоваться городом Салават. Первая сессия городского совета депутатов трудящихся состоялась в тот же год. На встрече из 80 депутатов присутствовало 62. Был избран председатель исполнительного комитета городского совета депутатов трудящихся Рауль Ишмухаметов, его заместителем Михаил Шамаев, а также секретарь Мария Чернаусова. Первым председателем городского совета был избран Ишмухаметов Рауль Ахмед Гореевич. Бывший фронтовик, он прошел войну. И достаточного образования, высшее образование требовалось тогда у него не было. И здесь не сразу его утвердили на должность председателя, советовались с республикой, но огромные организаторские способности, которыми он обладал, все-таки привели к тому, что он был назначен на эту должность и 10 лет руководил городским советом очень и очень умело. Затем на посту председателя городского совета его сменил Фаткулин Хусайен Аглюревич. Это тоже вот особый такой интересный период. И в своей работе он, конечно, большое внимание уделял развитию спорта, физкультура в нашем городе. Салаватская лыжня, мотогонки, это именно тогда вот все зарождалось. И настолько интересен был этот опыт, что центральные органы заинтересовались. И этот опыт положительный по развитию физкультуры и спорта в нашем молодом городе был рекомендован для распространения в других городах и поселках. Особо бурно, бурного развития достигла деятельность городского совета в 70-е, 80-е годы, когда председателем совета был избран Богданов Иван Антонович. Здесь тоже появилось очень много объектов. 1200 семей за этот период справили новоселье. Построено 10 школ, детских садов, дворец пионеров, 3 дворца культуры, 3 санатория-профилактория. В общем, город преображался на глазах. Шли годы, менялись председатели совета, заместители, депутатский корпус. Претерпевала изменения и сама система местного самоуправления. В 90-м году впервые городской совет был избран на альтернативной основе. Предложено было избирать не одного депутата из одной предложенной кандидатуры, а был предложен список зарегистрированных и внесенных в бюллетень для голосования кандидатов в депутаты. И каждый избиратель имел возможность сделать осознанный выбор того или иного депутата. 65 лет городскому совету, пусть так же верой и правдой служат, это коллективный орган. Законотворчества местного значения нормативные документы производят, организовывают контроль, повышают ответственность и свою, и исполнительной власти за достижение принятых нормативных актов. 2005 год ознаменовал себя началом повсеместной реформы местного самоуправления, организации новой структуры органов местного самоуправления. Именно в этом году свою историю начал Совет городского округа, город Салават, Республики Башкортостан. Председателем его стал Юрий Алексеевич Черных, заместителем Рашид Шамгунович Хужин, секретарем Закир Закиевич Мигранов. Количество депутатов первого созыва Совета городского округа составило 25 человек. Всегда, во все времена этот орган был как бы рупором тех людей, которые жили в городе Салават с начала и по сегодняшний день. Тот период, который достался мне быть депутатом и возглавлять городской совет, он падает на достаточно сложные годы. Это 2003-2008 год, когда обстановка и в стране, и естественно в городе Салавате не была отнюдь благоприятной для каких-то свершений. Несмотря на то, что предприятия города вносили значительную лепту в бюджеты и российский, и башкирский, и городской, город все равно в это время жил при дефиците городского бюджета. Надо было начинать с нуля, потому что прежние советы, они в аппарате имелись исполком, исполнительный комитет. Это целая администрация города. То есть у них есть было кому работать, как работать. У нас уже по регламенту 25 предложено было. Вот надо было этими депутатами 25 весь городской, наурусскую взять на плечи и тянуть. И постепенно учились выявлять слабые места в городе. В 2008 году во втором созыве председателем Совета городского округа был избран Александр Сергеевич Михайлов, заместителем Рашид Шамгунович Хужин. В качестве работы председателя, ну, основная, так сказать, или одна из основных задач, это в том числе организовать, организовать эффективную работу депутатских комиссий, чтобы мы своевременно и качественно, если можно так сказать, реагировали на обращения граждан. Так сказать, наиболее злободневные вопросы постоянно были в поле зрения, на контроле. Ну, на этот период, если из значимых, может быть, каких-то дат или событий, как раз празднование попадало в 60-летие города, 65-летие отмечали Великой Победы. Поэтому к этим событиям, как всегда, разрабатывался отдельные планы, отдельные программы, которые требовали, понятно, дополнительного внимания, усилий каких-то. Ну, на мой взгляд, все, слава Богу, удавалось, получалось. Третий созыв и изменения в составе Совета. Председателем была избрана Лариса Владимировна Давыдова, заместителем Радик Имамгоязович Миня Ахметов, секретарем Гульнара Римовна Конюкова. С 2016 года начал работать четвертый созыв. Пост председателя Совета все так же возглавляет Лариса Владимировна Давыдова. Заместителем председателя становится Александр Сергеевич Михайлов. Говоря о Совете городского округа города Салават, нельзя не упомянуть тех председателей Совета и депутатов, которые внесли весомый вклад в развитие города, но не дожившие до сегодняшней юбилейной даты. Виктор Кириллович Кондрашов был награжден почетным званием «Заслуженный экономист Республики Башкортостан» наградами и многочисленными благодарностями по линии Министерства Республики Башкортостан администрации города Салават. Виктор Кириллович неоднократно избирался депутатом городского совета. В последний созыв являлся членом президиума, председателем комиссии по бюджету, налогам и вопросам собственности, депутатом по избирательному округу номер 24 городского совета города Салават. Являлся председателем комиссии по бюджету, налогам и вопросам собственности. Мемет Аблязович Кадыров Человек слова и дела Он более четырех созывов избирался депутатом совета городского округа город Салават Республики Башкортостан. Являлся заместителем председателя комиссии по социально-гуманитарным вопросам охране правопорядка. Совместно с общественными объединениями, депутатским корпусом, Мемет Аблязович принимал участие в решении задач по военно-патриотическому воспитанию молодежи, их обучению военно-учетным специальностям, развитию военно-прикладных и технических видов спорта. Мемет Кадыров был одним из старейших депутатов совета городского округа. Конечно, речь идет не о возрасте, а о бесценном опыте, полученном во время работы в предыдущих созывах. Он хорошо помнил, как приходилось решать городские вопросы многочисленным депутатским составом. Мемет Аблязович активно участвовал в решении проблем жителей города, за что неоднократно получал в свой адрес искренние слова благодарности. Михаил Васильевич Сокольников – инициативный, добросовестный, требовательный руководитель. В 2001 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник торговли Республики Башкортостан». Он обладатель почетного звания «Лучший менеджер России», лауреат национальной премии имени купца Гавриила Солодовникова. В 2004 году победитель конкурса «Лучшие российские предприятия» в номинации «Лучшая розничная сеть России». Участник Первой Петровской ассамблеи в Москве. В мае 2003 года учредил собственное печатное издание газету «Артикон» в формула здоровья. В 2005 году защитил диссертацию на ученую степень кандидата исторических наук. Деятельность Михаила Васильевича получила высокую оценку руководства Республики Башкортостан и Российской Федерации. Его заслуги были отмечены государственными наградами и почетными званиями. С 2010 года в школе номер 24 Михаилом Васильевичем инициирована премия «Артиконовский медвежонок», в которой лучшие учащиеся школы получают денежную премию, которая впоследствии стала традиционной. Михаил Васильевич активный участник благотворительных акций. Помогать людям, оказывать содействие в каких-либо городских мероприятиях – это вошло в норму его жизни. Оказывал помощь малоимущим семьям и семьям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в Совете городского округа работает 25 депутатов. Заседание проводится в открытом режиме в присутствии главы администрации городского округа, его заместителей, руководителей структурных подразделений, а также представителей прокуратуры города. Сейчас городской совет продолжает те традиции, которые были накоплены вот за это время. Несколько комиссий действуют в Совете. Комиссия промышленности, транспорта и связи, комиссия жилищно-коммунального хозяйства, по гуманитарным вопросам, охрана общественного порядка, а также по выполнению регламента. В компетенции остается и принятие решений о поощрении граждан города за особые заслуги. Звание «Почетный гражданин города Салават» на сегодняшний день присвоено 48 горожанам. Я работаю второй созыв. Пришла сюда, будучи избранной в рамках избирательной кампании 2012 года в качестве председателя совета. И вот 2016 год он стал завершающим годом работы для депутатов третьего созыва и началом деятельности депутатов уже нынешнего, вот четвертого созыва. Люди разные работают в качестве депутатов в нынешнем созыве, так же, как и в предыдущем. Если говорить о сферах деятельности, она очень разнообразна. Здесь есть представители промышленности, индивидуальные предприниматели, представители образования. Ну, самые разные сферы. И возраст тоже разный. Вот здесь есть и молодые люди, и пенсионеры. Хотелось бы отметить, самое главное, что это люди с ярко выжженной такой вот общественно-гражданской позиции, скажем так, которым не безразлично, чем живут люди, которые хотят что-то изменить в нашей жизни с тем, чтобы салаватцам жилось комфортнее и сделать все то, что от них зависит. Их работа постоянно требует участия в решении общественно-политических проблем города и не ограничивается одними лишь заседаниями. Как известно, депутат – это тот, кого выбирают, кто наиболее близок своим избирателям, к их нуждам и проблемам. Именно они знают изнутри проблемы своего города, каждой улицы, каждого двора. Мне хотелось бы пожелать, чтобы мы с вами, уважаемые депутаты предыдущих созывов, нынешнего созыва, четко понимали запросы, проблемы, пожелания наших горожан, чтобы вся наша деятельность была направлена на повышение комфортности проживания в нашем городе, чтобы решение этих проблем было нам под силу, чтобы та поддержка, которую нам оказали жители в предыдущей выборной кампании, была оправданной нашей с вами работой. Успехов, новых начинаний, ну и здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова